В свои 70 Валерий Леонтьев готовится стать отцом и уже обустраивает. Артист и его жена давно мечтают о ребенке. Братья с Людмилой Исакович Валерий Леонтьев, которому сегодня исполнилось 70 лет, счастлив почти полвека. Любимая женщина-артиста постоянно проживает в Майами, где у супругов есть внушительных размеров особня. Куда Леонтьев приезжает восстановить силы после длительных гастрольных туров? По словам Людмилы, они с Валерием долгие годы жили в гражданском браке и были вполне счастливы. Поженились лишь в 80-м Америке. Встраивать пышных торжеств не стали. Отметили радостные события в местном ресторанчике, только вдвоем. Поначалу Леонтьеву и его супруге было тяжело. Но постепенно они обустраивались на новом месте. Обзавелись недвижимостью. В Майами жена артиста открыла свой бизнес. Гостиница и парикмахерская для собак располагались прямо на территории их с мужем дома. Однако несколько лет назад у Леонтьева появилась возможность купить более просторное жилье. Поэтому в последнее время семейные апартаменты сдавались в аренду. А теперь и вовсе выставлены на продажу. Леонтьев и его супруга перебрались в виллу просторнее. Обустройством нового жилища займалась его жена Люся. Некоторые детали интерьера Валерию Яковлевичу помог выбрать его коллега. Филипп Киркоров, у которого тоже есть дом в Майами, говорит бывший администратор артиста Александр Богданович. Не исключено, что в новом доме артиста появится детская. Ведь, как рассказывал экс-директор, исполнителя последних несколько лет, Леонтьев с женой заняты поиском суррогатной матери для своего ребенка. Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкету, ищут подходящую суррогатную мать для будущего ребенка, признался экс-помощник юбиляра. Вероятно, на такой шаг Казанову надоумили его коллеги. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и другие также в свое время испытали счастье родительства благодаря суррогатному материнству.